Господь твое царство Отче наш, закройте глаза сейчас и мысленно представьте всех ваших родных, поблагодарите Бога за тех родных, которые с Богом, которые знают Иисуса. Скажите, да будут благословены, да будут благословены все из родственников моих, которые знают Бога, которые знают путь истины. Так же мы приходим к Тебе, Господь, так же мы приходим к Тебе, Господь, и просим за тех наших родственников, которые не знают Тебя. Они сегодня в тяжелых ситуациях, в обстоятельствах, они отделены от царства Твоего, они находятся в болезнях, в трудностях жизни, и мы просим, назови их поименно сейчас, всех своих родственников, всех своих родных. Скажи, Отец Небесный, во имя Иисуса, помоги им, спаси их, откроем имя Свое, откроем Слово Твое. В руки Твои отдаю я всех моих родственников, не знающих Тебя, Господь, и по моей молитве Дух Святой начинает работать с ними. Так же я прошу Тебя, Господь, за всех служителей церкви, за всех, кто призывает Твое имя, Господь. Помоги им, благослови их, невзирая на конфессию и динаминацию. Мы благословляем всех, а так же мы молимся за всех, кто пришел сюда. Господь, сохрани этих людей, откроем Слово Твое, и пусть сегодня нечто произойдет, пусть света в сердцах наших станет больше, а тьмы меньше. Пусть любовь Твоя наполняет наши сердца. И весь народ сказал. Итак, мы сегодня с вами собрались здесь для того, чтобы наполниться Словом. Вера от слышания Слова Божьего. Вера, она изменяет человека, изменяет его жизнь, его сущность. Скажи своему соседу, тебе нужна вера. Вера – это связь с Богом. Вера меняет жизнь и все. Недавно я читал одну книгу о человеке богатом, но несчастном. С его слов, когда мы видим каких-то богатых людей, известных людей, популярных людей, мы всегда думаем, что они счастливые. И я рассказываю с его слов. Это один голливудский киноартист, киноактер Чак Норрис. Кто слышал о нем или знает фильмы с его участием? И вот, говорит, в моей жизни все разрушилось. Все голливудские вечеринки, все, что предлагает Голливуд, я все прошел, опустошился. Брак первый мой разрушился. И если хоть что-то держало меня, то это была семья моя. И когда семьи моей не стало, я опустился во все тяжкие, опустошая свою душу и свое сердце. И, говорит, мне было очень плохо и тяжело. И во время съемок одного фильма, говорит, когда я ходил по студии, я увидел одну девушку. Она была не такая, как все. Она была счастливая и радостная. И она всегда, когда наступал перерыв или что-то, она садилась и читала. И когда я подошел посмотреть, какую книгу она читает, я увидел, что это Библия. Я подошел к ней и спросил, говорит, вы читаете Библию? Она говорит, да, я читаю ее каждый день. Я читаю ее в любое время. И Бог, и Он говорит, я вижу, что ты отличаешься здесь от всех. Говорит, я еще молюсь этому Богу, Библии. И Он наполняет меня силой. Говорит, и что-то взорвалось в моей душе. Я вспомнил мою маму, которая учила меня о Боге. Я вспомнил проповеди Билигрейма, которые мама мне ставила, чтобы я слушал. Это была самая счастливая моя жизнь. И, говорит, общаясь с этой девушкой, что-то стало происходить в моем сердце. И я призвал имя Иисуса. И с тех пор живу с Ним. И сейчас они создали для детей наркоманов центр, в котором 5000 наркоманов. Библейскую школу, где преподают вместе со своей женой. И вы знаете, что эта девушка стала его женой. И она воздействует на него. И они ездят, он проповедует, учит. Интересно, что Бог делает. Когда ты приходишь к Богу, когда ты приходишь к Богу, твоя жизнь меняется. Если ты искренне к Нему приходишь. Нам надо познакомиться с Богом Библией. Не просто читать, а познакомиться. И Писание говорит, чистые сердцем Бога узрят. То есть увидят. То есть увидят. Чистые сердцем. Давид молится и говорит, Господи, сердце чистое сотвори во мне. Я помню, один раз с одним человеком я ездил по разным райцентрам, по сельсоветам. Я видел, как свиньи. Они так наслаждались в грязи. Я не знаю, в Германии, может, им не дают наслаждаться. Но в Украине они наслаждаются от души. И когда подъезжаешь к этой свиноферме, там грязь до ушей. И, наверное, самые счастливые свиньи в мире. Они там лежат, бульки пускают, такие плавают, как корабли. Такие счастливые. Кто хотел бы с ними покупаться? Поваляться там? У кого было желание такое? Нет? Знаете почему? А мы не любим грязь. Кто из вас любит грязь, встаньте. Мы не любим грязь. Нам отвратительно грязь. Грязь и запах. Вы знаете, грязь и запах делают свиней неотразимыми. Я помню, приехал домой, и Валентина говорит, а тебя так воняет. И действительно, я там не был долго. Там были, может, минуты 3-4. И уже одежда впитала. А представьте, кто там работает. И Иисус сказал, что вымытая свинья, она все равно пойдет в грязь. У нее сердце свинья, она любит грязь. Я размышлял и думаю, если кошку бросить в грязь. Мы хоть раз кошку кидали в грязь или в лужу какую-то. Кошки чистоплотные. Она будет вылизывать, выдергивать это все. Кошки не любят грязь. Свиньи грязь любят. Они веселые. У них такие радостные глаза в грязи. Они наисчастливейшие свиньи на земле. Кошки они в грязи не любят. И сколько ни ложи, он будет удирать кошка из грязи. Кто-нибудь скажет на меня на это? Два разных сердца. И Давид говорит, сердце чистое, сотвори во мне Божие. Сердце не любящее грязь. И все, что нам надо с вами для того, чтобы с Богом иметь сильные дела, это освободиться от той грязи, которая в нас есть и постоянно очищаться. Писание говорит, если исповедуем грехи наши, то есть мы не должны молчать. Или дьявол тебе говорит, как недавно у нас на молитвенной один человек говорил, а дьявол говорит, ну что, опять каится, опять сорвался, опять согрешил. Да? И дьявол говорит, опять каится. Это то же самое, что ты испачкался где-то в какой-то мазут, что опять мыться будешь. Это нормально мыться? И не мыться это ненормально. Кто-нибудь скажет аминь? Это как чукча идет, радый, счастливый, и другой чукча его спрашивает, что такое? Говорит, ну на русской женился. Ну и как? Говорит, очень хорошее, очень вкусно готовит, только сильно грязное. Говорит, как это так? Откуда ты знаешь? Да каждый день по двору замоется. Чукчанки они чистые раз в год. То есть это нормально мыться и нормально исповедовать грехи наши. Если мы согрешили, мы приходим к Богу. Адам сделал неправильно, что он убегал от Бога. Кто-нибудь скажет аминь? Что делал Адам? Адам убежал и прятался. Мне понравился как Бенихин. Мы ждем его в мае. Он говорит, что такое прятаться? Адам спрятался от Бога. А сейчас прятаться, это перестать молиться, перестать искать лица Божьего, перестать читать Слово Божье. Это называется прятаться, перестать исполняться духом. Это прятаться. И заметь, Адам так спрятался, и Бог его искал. Такие жмурки. Кто из вас когда-то от кого-то прятался? Вот согрешишь против кого-то и не хочешь его видеть. А если видишь, он далеко идет, прячешься за деревом. А если ты еще должен этому человеку? Должен, то вообще мы прячемся, даже телефона не поднимаем. Кто из вас когда-то кому-то был должен? Поднимите руки. Мы должны. И мы не поднимаем телефона, прячемся. И вот Господь, первое, что Он хочет научить тебя, изменить жизнь. Мы новое творение должны научиться жить по-новому. И ты должен научиться жить по-новому. Итак, мы начинаем с 1 Тимофею 4, 16. Кто нашел Тимофею, там очень просто, там очень ясно написано, 16 стих. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Вникай в себя. Вы знаете, я так мало в жизни видел людей, которые вникают в себя. Я так много видел людей, которые вникают в других. Мы так любим вникать в других. Мы вникаем в других, в родственников наших. Кто в родственников вникает? как они живут, что они делают, что хорошо, что плохо, что сносно как-нибудь. Какие у них хорошие стороны, какие плохие стороны. Вы чего улыбаетесь? Вы не такие? Я знаю. Я знаю, что вы никогда не вникаете. Вы не судите, не рассуждаете, не критикуете никого. Кто-нибудь скажет аминь? Я знаю, Аня, аминь. Она никогда никого не критикует, не судит все и только вникает в себя. Почему-то Леша не сказал на это аминь. Мы такие притворы, да? Мы такие лицемеры. Мы никогда не говорим ни о ком плохо. Кто никогда не говорит ни о ком плохо и не говорил, встаньте. Сейчас телевидение заснимет вас. Нет. Почему Иисус так много говорит не судите? Да не судимы будете. Не осуждайте людей. От начала, когда люди на земле здесь стали жить, этот грех, грешище царит повсюду, чтобы всегда других судить. Судят, если ростом длинный или ростом, как Альберт. То есть, люди судят. Мы судим. А Писание нам говорит, чтобы мы прекратили судить. Кто из вас когда-нибудь кого-то судил или судит, или осуждает за какие-то действия? О, тот жадный, о, тот такой, тот такой, тот такой. Мы осуждаем людей, а Библия что говорит? Если видишь брата твоего согрешающего, молись за него. Мы не молимся, молиться это глупое занятие для нас. Осуждать умное. Если мы что-то за кем-то увидели, сразу на телефон, это должен знать каждый. это мужчины смеются, ха-ха-ха, это женщины так делают, любят сплетничать, женщины. Мужчины тоже любят сплетничать. Поэтому Писание не написало здесь, о, женщины, вникайте в себя и в учение. Там написано всем вникать в себя. И я знаю, что мы больше всего не любим, мы не любим, вникать в себя. А что вникать в себя? Зачем в себя вникать? Я же само совершенство. Я никогда не делаю так, как ближние мои. Кто из вас кого-то когда-то судил? Надо заказать в Польше, Ром, есть там пошивочное ателье, чтобы вам мантии судить. И вы будете сюда в церковь заходить, уже в мантиях. Такие сели, такое, встать, суд идет! И начнем сплетничать и судить других людей. Смотри, как глупо это выглядит, да? Вот представь себя в мантии. Подъехал в Вольксваген посад и выходит Сергей в мантии, Лена в мантии. Заметьте, Иисус говорит, кто вам дал право судить? Кто вас сделал с судьями? Не, никто, мы сами. Сейчас, как в последнее время, себя не изберешь судьбой, никто тебя не судьей, тебя никто не поставит. Представь, ты заходишь в немецкий суд, там судья сидит, и ты пришел, сел рядом. Ты кто? Судья. Почему вы судья? А я, потому что я всех сужу, я всех осуждаю, я всех приговариваю. А что Иисус сказал? Ну, Иисус сказал, это давно было, не судите. Представь, сколько бы здесь судей было? Вот просто представьте, все заходят, люди там проезжают трамваи, смотрят, в мантиях идут все. Любят судить других людей. И хотят спастись еще, хотят иметь жизнь вечную. Поэтому Иисус хочет нас научить. И Он говорит, вникай, да ну. Мы же не любим в себя вникать, копаться в себе, еще что обнаружишь. Еще что-то найдешь у себя. Вы знаете, Писание говорит, вникай в себя, потому что в себе ты все обнаружишь. Все, в чем другого беспощадно обвиняешь, ты сам творишь. И мы, когда обвиняем, Иисус сказал, женщина, кто судил тебя? Говорит, никто. Убежали судьи, когда Иисус говорит, кто из вас без греха? Он тогда научил людей не судить, заметьте. Кто из вас без греха? Я судья, я Василий Шварц. Или я, Андрей Николаевич. не судите, то о чем это говорит? Не судите. А я все равно буду. Если люди, которые хоть миллион раз услышат не судите, продолжают судить других. Плохая проповедь у пастора сегодня. Чем теперь заниматься в церкви? Это идея его с этими мантиями неправильная. Писание говорит, вникай в себя. Интересная вещь. И мы сегодня начнем вникать. Леша, что с тобой? Вникать в себя. Нам надо хотя бы один раз вникнуть в себя. Внутрь себя. Что же там у нас есть? Потому что у нас не было времени. У нас нет времени вникать в себя. Все время забирает вникать в других. Люди собираются, друзья собираются, за столом собираются, и мы начинаем вспоминать наших близких, знакомых, им там икается дома. Опять кто-то вспоминает. Вы слышали так, что когда ты икаешь, значит тебя кто-то вспоминает. Вилка упала, кто-то едет. Вилка она моя, женского рода. Наверное, теща, давай закроем, вот она, не сидится ей дома. И пошла, и поехала осуждение. Картина упала какая-то, пастор наверное идет в гости, плохая примета. И мы начинаем, да этот пастор толстяк, зачем он и нужен, настроение вечно испортит. И у нас начинаются все негодование. У кого так начинается? Или в окно увидел, оооо, мне понравилось, как внуки подходят к бабушке. Бабушка, а тебя кто принес к нам домой? Говорит, никто не принес, сама дошла. Ага, мама с папой увидели тебя, говорит, в окно и сказала, опять ее к нам черти несут. Бывает так? Черти несут. Она сама не дойдет, так черти принесут. вникай в себя. И вот Бог хочет нас научить другим вещам. Второй Коринфянам 13,5 апостол Павел говорит, испытывайте самих себя. Опять о чем он говорит? Кого мы должны испытывать? Самих себя. Испытание, мать, учение. Испытать себя. Испытывайте самих себя. Я знаю, что мы часто не выдерживаем испытаний. Муж с женой дома. Достаточно наступить на больной на мозолик. И сразу испытания пошли на нет. Все. Жена расскажет мужу все, что она о нем думает, думала и будет думать. Что-то он неправильно сделал, все. Развод, труба, черный дым, девичья фамилия, новое место жительства. Мы не выдерживаем испытаний, но должны научиться себя испытывать. испытывать. Нельзя будить в церкви людей, а то вера проснется. Испытывайте самих себя. Мы испытываем обычно других. Верили они. А Володя не в вере. Леша не в вере. Совершенная любовь изгоняет страх, на дежурстве Леша ходит, все дежурство молится, чтобы нечистая сила не пришла, не грабители. Итак, испытывайте самих себя, верили вы. Как вы думаете, для чего Писание говорит, чтобы мы вникали в себя, испытывали самих себя, потому что так легко сойти из дистанции. Самих себя исследовайте. Мы обычно исследуем других, смотрим на них, все, и говорим, я тебя насквозь вижу. Удивительно, что себя мы насквозь не видим. О, я непрочитанная книга, запечатанная еще, страницы склеенные, никогда не вникал в себя, никогда не вникал в себя, занят был, что вникал в других. никогда не следовал себя, что же во мне есть, что же во мне есть, что же во мне есть. Можно так сказать, глупый вникает в других, а мудрый вникает в себя. Дальше пойдем читать интересно. Псалом 138, 23, 24 стих. Давид говорит, испытай меня Божием и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Врожденная уверенность в своем благополучии. Мы никогда не хотим исследовать себя, мы никогда не хотим задуматься на опасном ли я пути. На опасном ли я пути. я помню на одной евангелизации в Запорожье стояло два парня и приглашали к покаянию и они уехали. Один, вернее, уехал за друзьями, другой остался. И они разбились насмерть на машине. Человек так уверен в своем благополучии. Ну, разбились это полбеды. Я прочитал один заголовок и мне он вошел в разум. Часто пишут ушел из жизни, но не пишут куда ушел. Часто пишут, что человек ушел из жизни. Мы читаем некрологии. Но куда этот человек ушел? Поэтому Писание говорит, что Иисус пришел спасти нас. Спасти нас от вечного ада. Это вечная проблема. Люди уходят и не знают куда. Апостол Павел говорит, я знаю, куда я иду. Я знаю того, в кого я уверовал. Я знаю, куда Господь приведет меня после смерти. Многие люди делают прыжок в неизвестность. Каждый из нас переживет это мгновение перехода. Я уже переживал переход, когда ты переходишь из жизни в смерть. Это переход, когда твой дух покидает твое тело. через рот покидает тело и также через рот входит дыхание. Так что ты можешь видеть себя со стороны. И для того, чтобы быть чистыми, Писание говорит, самих себя исследуете. Давид говорит, испытай меня, Боже, то есть проверь, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышление мое, то есть проверяй меня, Господь, и посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Это серьезная проблема. Читаем дальше. Псалом 18. 13 стих. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мной, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. От умышленных грехов удержи. Заметьте, Давид, великий полководец, великий царь, переживает, чтобы Господь сохранил его от греха. 15 стих. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Итак, мы прочитали, мы часто переживаем за чистоту нашего тела. У меня лора по два часа может сидеть перед зеркалом. Есть люди, которые много времени проводят перед зеркалом, чтобы казаться людям красивыми. Иисус, видя таких людей, говорил, гробы окрашенные. Снаружи вы стремитесь показаться людям красивыми. Внутри же полны гнилья и костей. Многие люди, они не понимают, что заботиться во-первых надо. Заметь, о чем Давид заботится. Испытай сердце мое, испытай мысли мои, освободи меня от грехов, очисти меня. Потому что все зло находится внутри нас. И вы уже много раз убеждались, как оно выходит через слова изнутри вас. Зло, обиды, обманы, непрощение. Поэтому Писание нам говорит, что мы должны заняться собой. Потому что человек он несчастен, когда нет Бога. Я не могу быть счастливым полностью, если я нечистый. Точно так же внутренне. Иисус говорит, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Это все из сердца исходит и извращает человека. Оскверняет. Делает человека под проклятием. Откуда это исходит? Не слышу. И изнутри сердца исходит. А как оно попадает в сердце? Вот теперь мы будем опять вы знаете что здесь? Здесь вода. Знаете, как оно попало сюда? Это не было так. Вот стакан пустой стоял, стоял здесь неделю пустой, две, и раз, и он полный. О, вода. сюда можно в эту воду добавить сейчас еще сок. Можно не сок. Сюда можно добавить деготь или еще что-то. Все, и можно соль, и можно уксус сюда, и все. То есть вода будет смешанная. И вот наше сердце. Почему Давид просит, Господи, сердце чистое сотвори во мне? Потому что в наше сердце попадают разные вещи. И мы читали, что попадает? Злые помыслы. Аминь! Аминь! Кто из вас помышлял о других и применял зло? Ну, половина церкви никогда не применяла зло. Сперва все начинается так, я вам расскажу. Писание говорит, все начинается с помышлением. Кто-нибудь скажет Аминь? Интересно, все начинается с помышлениями. В притчах написано, каковы мысли в душе человека, такой и он. То есть мысли формируют тебя, кем ты будешь? Подлецом или благородным человеком? Негодяем или хорошим человеком, благородным? Жадным или щедрым? Все это приходит через мысли, о чем ты думаешь? И люди думают, что не важно, мне совершенно не важно, о чем я думаю. Многие люди даже не считают себе запрещать мысли, потому что они не знают, откуда мысли приходят. Мысли приходят от твоего разума, номер один. Мысли приходят от дьявола, номер два. Мысли приходят от дьявола и мысли приходят от Бога. Я помню, когда Иисус задал ученикам вопрос. Он охарашил этим вопросом. Он спросил, за кого люди почитают меня? И ученики так, они не знали, как сказать учителю, за кого почитают. Много раз на сплете на нем слышали. И так, чтобы не обидеть, одни почитают тебя за Илью, другие за Иремию тебе почитают все. И рассказывали все, что они слышали. Хорошее. потому что они много плохого слышали еще. И он говорит, а за кого вы почитаете меня? И тут такая настала тишина. И Петр вдруг говорит, ты Христос, сын Бога живого. И он говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что они плоти крови открыли тебе это, но мой отец живущий на небесах, он сказал, ты неестественными знаниями знаешь сам Иисус сказал, блажен ты, Симон, сын Ионин, камень, и на всем камне я создам церковь. Так все приятно, нам так нравится, когда о нас хорошие говорят. И он стоит, и все ученики завидовали Петру, что он надо же такой ребус разгадал. И тут он уже важный. Иисус начал рассказывать о своей миссии. он говорит, сыну человеческому надлежит пострадать, быть убитому, в третий день воскреснуть. Тогда написано, Петр начал прикословить ему. Это уже не просто советовать, все Господь замолчи. Я же уже там с Богом на связи. Прикословить Господь да не будет с тобой этого. Это я тебе говорю, Петр, который не от плоти и крови разговаривает с тобой. Иисус посмотрел на него, подозвал учеников и говорит, отойди от меня сатана. Ах, ты ж. Только что не плоти и крови открыли, Отец Небесный открыл, а теперь я уже сатана, да? Господь, ты разберись, кто я такой. Говорит, отойди от меня сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье. Это проблема всех людей. Думать не о том, что Божье, но что человеческое. И так мы видим, что Бог говорил Петру, Петр сам себе и сатана. То есть в наш разум приходят мысли. поэтому уважаемые дамы и господа, не всякую мысль надо принимать. Испытывайте ваши мысли, от кого они приходят. И я же говорю вам сатана, к вам так не придет. Тук-тук, кто там? Это я, сатана, дьявол, пришел разрушить твою жизнь, пришел войти в твои мысли, в твое сердце, извратить там все, чтоб ты сдох. Да ты что, мы тогда молиться будем и кричать к Богу, взывать, вопиять будем. Поэтому дьявол так не приходит. Кому так приходил дьявол? Леша, хватит уже махать. Я вижу, какой пример ты все время руку машешь. К тебе что-ли приходил? Молодец. В образе жены, да? Я шучу, конечно. Итак, дьявол так не приходит. Заметьте, Петр все время думал, что это он думает. Когда он сказал, ты Христос, Сын Бога живого, он думает, ого, какой я молодец, я думаю. И потом, когда он говорит, да не будет с тобой этого, Иисус говорит, отойди, сатана. То есть, в наш разум может говорить Бог, и в наш разум может говорить сатана. И если мы принимаем мысли Божьи, размышляем, они попадают в сердце, делают нас сильными, делают нас людьми веры, делают нас победителями, делают нас успешными людьми. Но, когда говорит сатана, и мы прислушаемся, верим, тогда мы разбиваемся. Помышления плотские, суть смерти. Суть вражда против Бога. Итак, кто знает, что не все мысли приходят от нас? Поднимите руки. От кого мысли могут приходить? От дьявола. От дьявола. Дьявол хочет заставить тебя перестать верить Богу. Я сейчас изучаю биографию Орла Робертса с его университетом. И вижу, когда он захотел создать университет. Это не просто маленькое здание. Представляете, это огромная территория, 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Представьте, это большая мечта, скажи своему соседу, большая мечта. Он хотел учить народ Божий и отправлять их на миссию. И когда он решил это делать, сразу стали посещать мысли. Ты не сможешь. Ты не имеешь достаточно образования. Ты не имеешь денег. Ты не имеешь связей. Ты не имеешь. Дьявол любую твою мечту захочет разбить через мысли. И тебе может показаться, это ты сам думаешь. Нет. Дьявол хочет разбить твою веру, скажи своему соседу. В твой успех. В то, что Бог хочет дать. И он начинает мысленно атаковать тебя. И вот он Орлу Робертсу говорил, ты плохой проповедник. Ты не можешь проповедовать. Ты заикаешься. Ты не можешь петь. Ты бедный. Твоя семья бедная. Бедные люди не авторитетные. И постоянно говорил ему об этом. И когда он смог это победить, он призывал Бога и Слово Божие и говорил, дьявол поднял людей. Приходили друзья, которые говорили ему слова дьявола. Ты не можешь. Так же само друзья твои могут быть переносчиками слов дьявола, как у Иисуса Петр. И они, ты не сможешь. У тебя, ты знаешь, сколько это стоит. Ты знаешь, что один только этот медицинский центр будет тебе стоить 280 миллионов долларов в то время, в 70-е годы. Это как сейчас 280 миллиардов, наверное. И он говорит, я верю в Бога. Я надеюсь на Бога. Он моя защита. Он мой спонсор. Я на него полагаюсь. И тогда люди стали враждовать против него. Дьявол ненавидит твою веру, скажи своим соседям. Он ненавидит. И потому, чтобы противостоять дьяволу, мы должны очиститься и осветиться. Всегда, когда Бог посылал народ свой, всегда, когда Он хотел благословить народ свой, Он им говорил, очиститесь и осветитесь. Зри, Господи, не на опасном ли я пути. Поэтому у нас должно быть время вникать в себя. Мы должны сидеть, мы должны у Бога спрашивать. Я хожу в церковь, как и ходил. Я молюсь, как и молился. Я читаю Слово, как и читал. Но где-то уже другое. Я представляю, когда люди, газеты, пресса, мы с женой читали, он стоял и плакал. Говорит, это люди, все друзья, все начали разрушать веру. И тогда Господь сказал ему, не бойся, продолжай верить. И сейчас есть город, огромный город, называется город веры. Город веры, который построил человек, не имея ни одного шанса. И когда въезжаешь, там сложены руки, откуда он получил все? от Бога. И поэтому Писание говорит, имейте веру. Имейте веру. Но дьявол хочет погубить твою веру, если ты осквернен. Тебе надо очиститься сперва. А потом я буду говорить, как себя заполнить. Тебе надо очиститься. Это молитвы покаяния, это исповедание грехов, это отречение от власти греха, это начать новую жизнь. Кто-нибудь скажет аминь. Интересно. Писание говорит, мы сейчас почитаем, Галатам 5 глава, даже откройте сейчас не Галатам и прочитаем наверное о римлянам 8 глава, потом Галатам 5 будет у нас. Пятый стих. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. разница между людьми веры, людьми божьими и плотские. Я скажу вам, кто такие плотские люди. Плотские люди, которые живут инстинктами. Плотские люди, которые живут с желаниями. Неважно, плохое желание или хорошее, я это буду делать. Как люди знают, что наркотики это опасно, это зло, это вред, это катастрофа и все равно берут и колятся. Человек, который учился, человек, который учился на врача, он знает действия наркотических средств, умер от наркотиков у нас в Запорожской церкви. Жена его ходит в церковь верующая. Врач, который должен с этим бороться, умер от наркотиков. почему? И Писание говорит, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Наше мышление делает нас христианами или не христианами. Мышление твое тебя сделает здоровым либо больным. Мышление сделает негодяем либо праведником. Как ты мыслишь? Мысль это начало поступка. мысль это начало поступка. А поступок это начало твоей судьбы. Начало твоей судьбы. Что ты себе разрешаешь, что запрещаешь. И Писание говорит, помышления плотские. Суть смерти. Помышления плотские. Заметь, когда мы христиане у нас борются всегда два голоса. Заметьте, Садона приступил к Еве. И Ева говорила, Господь сказал не прикасаться к этому дереву. Многие говорят, это яблоня, это не так. Это было дерево познания добра и зла. Не прикасайся, ибо в день, который вы прикоснетесь, вы порушите отношения со мной. Вы потеряете рай, в котором вы живете. Вы потеряете общение со мной. вы духовно умрете. Грех войдет в вас. Господь так сказал. Приходит сатана и Еве говорит, нет, вы не умрете. И вот такая вот ситуация. Ева думает, Бог сказал, что Бог сказал? Сатана сказал, и она стала перед выбором. Мы всегда стоим перед выбором с вами. Всегда стоим перед выбором, что выбрать. И часто наш выбор разрушает все. Ева сделала неправильный выбор. И из-за этого пошла катастрофа, пришли проклятия. Она выбрала своего Бога, кого слушать. И дьявол ей говорил против Бога. И дьявол пришел к Каину. И Каин убил Авеля. В семье катастрофа. Родной брат убивает родного брата. И пошли проблемы, и пошли ситуации. Писание говорит, ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Они помышляют не так, как помышляет Бог. Они начинают размышлять. Бог говорит, это плохо. Люди говорят, это хорошо. И как правило лишаются Бога. Помышления плотские суть смерти. Потому что плотские помышления вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются. Что такое плотские помышления? Это те, которые не покоряются заповедям, Слову Божьему. И мы понимаем, начинаем думать, и на чью сторону мы становимся. Писание говорит, что наши мысли интересные, Богу. Наши мысли делают нас сильными или слабыми. Наши мысли. Писание говорит, не воздавайте злом за зло. Кто это сказал? Бог. Это сказал Иисус. Но мы часто воздаем злом за злом. Мы делаем выбор не слушать Бога. Кто нибудь скажет аминь? В нашей жизни выбор не слушать Бога. И за это приходят проклятия. Потому что к нам это зло начинает возвращаться. Кто хочет быть успешным человеком? Формула успеха написана в первом главе Иисуса Нави написано. Да не отходит книга сия закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда ты будешь успешен во всех делах твоих и все предприятия твои совершаться. Когда ты читаешь Библию, знаешь, что твой бизнес, знаешь, что твоя жизнь, твоя семья зависит от помышлений духовных. Тогда в ней будет мир и благодать. И поэтому мы должны в себя влезть и подумать, а что же такое помышления плотские? Почему нельзя думать о них? Что сделает меня врагом Богу? Кто хочет быть врагом Богу, встаньте, чтобы Бог начал вас наказывать. Мы не хотим, мы хотим быть друзьями Богу, поэтому мышление тебя сделает либо другом, либо врагом Божьим. Кто хочет быть другом Бога, быть успешным, семья, чтобы было благословенно. Библия говорит, тогда мы должны узнать, о чем нам нельзя мыслить. Итак, мы открываем Галатам 5 главу. Я сейчас быстро прочитаю. Дела плоти, они известны, они прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому, тому, тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предупреждал, что поступающий так, Царство Божьего не наследует. Кто хочет в ад, пойти в стандии. Но чтобы не пойти туда, мы видим, что нам надо измениться, не все мысли мы должны принимать. О, плохие мысли. Есть люди, которые я видел в церкви. Они такие удивительные люди. В нашей церкви удивительные люди. Ходит, счастливый, все. Потом сидит. Что такое? Мысль пришла. Ну и что? Принял ее. Обиделся на кого-то. Есть мысли обижаться. Да как он смеет мне такое говорить? Я что с ним? Коров посла. Он мне так сказал. Привет. Что я? Нет, бы сказал здравствуйте. То привет и начинает размышлять. Обида, сидит, разбитый, слюни, сопли. Писание говорит, чтобы мы не обижались, скажи своему соседу. И все равно нам так обидно, когда кто-то с нами не поздоровался, прошел мимо, что-то не так сказал. А если нам еще замечание человек какое-то сделает, ой, катастрофа. Кто не любит замечания, критику, поднимите руки. О, у нас все внутри. я помню там одной бабушке сказали, здравствуйте, баба Клава. Кто я? Какая тебе баба? Я говорю, да, больно. То есть иногда мы злимся на ровном месте. кто-нибудь скажет, аминь? Кто из вас злился на ровном месте? И мысли вы начали думать, да как человек мог, да как он мог, да как вот это, как вот это, скандалы, ссоры. если бы он меня любил, но это женская тема, аминь? Если бы он меня любил, кто так размышлял? Он бы такого-такого не делал. Он бы домой приходил вовремя. он бы никогда не забыл день рождения моей мамы. Там много чего. И мы начинаем, если бы, и мы ставим какие-то себе вещи, и на этом мы проверяем мужа. Если бы он любил, а он и знать не знает об этом. Себе надумало. Итак, читаем. Тела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и дослужение, волшебство, вражда, ссоры, разногласия, зависть, соблазны, ереси, ненависть, бесчинство и тому подобное. И дальше мы видим, о чем мы не должны помышлять римлянам 1.28 и как они не заботились иметь Бога в разуме. Заметьте, с чего происходят проблемы, проклятия. И как они не заботились иметь Бога в разуме. То предал их Бог привратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. И когда мы читаем и думаем, вот Господь о чем запретил нам думать. И так Господь запретил помышлять мне. Ни один человек не делает грех. Написано, дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния. Так не бывает. Представьте, так не бывает. Прелюбодеяние это измена одного из партнеров, состоящих в законном браке. Не бывает так. Допустим, девочка Марьетта хорошая христианка. Она молится, крестится по 200 раз на ночь, псалмы поет, поклоны отбивает, читает Библию и легла спать. Вся в иконах и в Библиях проснулась пьяная в наркотическом опьянении с какими-то черными мужчинами с Африки. Совершенно голая. И говорит, Господи, как это произошло? Я же легла спать, все нормально. Как я там очутилась где-то в пуфе? Кто скажет, так не бывает? Не бывает. Кто из вас так очутился? Никто, видите, все, значит, так не бывает. Или мужчина хранил верность Дон Педро своей жене, забивал там какие-то гвозди верности, клялся, пел серенады, любил ее, молился, постился, стоялся, лег здесь спать, очутился с другой, в другом месте, в таких же ситуациях. Так не бывает. Я вам расскажу, как бывает. Сначала мы начинаем об этом думать. Сначала мы начинаем об этом думать. Когда мы думаем, сперва мысли приходят к нам в разум. В разуме ты их можешь остановить. Сказать, дьявол, убирайся вон. Потом они приходят в твое сердце. И потом мысль, это начало, поступка. Каковы мысли в душе уже, таким ты будешь. Такого не бывает. Мы должны очень строго относиться к своим мыслям. Очень строго. Потому что мы не знаем, от Бога ли они, дружеские ли это мысли. И заметьте, и как они не заботились иметь Слово Божье. Не рассуждали от Словом Божьим в сердце. Больше всего хранимого храни сердце. И это попало и в нас живет. Вы знаете, почему мы грешим? Потому что из сердца нашего это исходит. Представь, разные бяки живут внутри тебя. скажи своему соседу, ты не общежитие для бесов, демонов, чтобы эта грязь жила в тебе. И она выходит. Мудрый человек, добрый человек. И сокровищница и вносит доброе. Злой злое. Я когда читал некоторые вещи, Писание говорит, так, что они исполнены всякой неправдой. Наполнены, переполнены. Знаете, вот стакан наполнен чем? Водой, а то всякой неправдой. Всякой неправдой твоя душа наполнена. Дальше. Блуда, лукавство, корыстолюбие. Корыстолюбие, знаете, что такое корыстолюбие? Я вот сегодня читал, это когда человек делает добро человеку с тем, чтобы получить от него небесплатно целью своего личного обогащения. Я, Володя, допустим, Фридрих просит меня, пастор, помоги мне это самое донести мороженое в машину, что не тяжелое и выбрал. Конечно, конечно, но ты знаешь, ты можешь мне подарить 20 евро? Да, тогда отнесу. Вот это корыстолюбие. И все, кто меня просит, я думаю, а что я с этого буду иметь? Ты просишь меня, о, пастор, помолись за меня. А я, а что я с этого буду иметь? Это корыстолюбие. Они наполнены корыстолюбием. И мы часто, а что я с этого буду иметь? Дальше. Злобы. Злоба. Наполнены чем? Злобой. Есть люди, которые всегда, во всем они, постоянное чувство ненависти к другим людям. Злоба, постоянное, что они скажут, человек взрывается. Дальше. Исполнены зависти. Зависть. Знаете, зависть это когда тебе плохо, когда другому человеку хорошо. Или тебе хорошо, когда другому человеку плохо. Это зависть. Мне хорошо, когда какому-то человеку плохо. Он врезался, допустим, Юля врезалась. на машине Владимира Николаевича в другую машину и не успела продлить страховку. И мы такие счастливые, ха-ха-ха, теперь тебе платить 15 тысяч. Зависть, она может так радоваться, когда человеку плохо. или, допустим, Леша выиграл миллион в лотерею. И мы все в церкви стали рассуждать, что это не Божье дело в лотереи. Нельзя это. Это грех. Есть только одно средство отдать этот миллион в церковь. завистливые люди. Кто видел из вас завистливых людей в зеркале? Писание говорит, что это внутрь нас живет и оскверняет нас. Зависти, злонравия, злоречивый, клеветники. Ой, мы сплетники от не любим. Это не про нас. Писание говорит, это все разрушает ваше счастье. Я хочу, чтобы вы встали. Я хочу, чтобы мы сейчас поступили, как Давид, который говорил, Господи, испытай меня, Боже. Испытай меня, Боже. Притчи 23.7. Какие мысли в душе человека такой он. Заметьте, что здесь говорится, что нет плохих людей. Плохие люди это, которые наполнились свою душу, свое сердце плохими мыслями. Хорошие люди это, которые наполняют свое сердце хорошими мыслями. Я знаю, что каждый из вас он хочет быть добрым, хорошим. Это внутри, это внутри нас есть. Доброта, любовь, это есть внутри нас. Только нам надо просто сейчас закрыть глаза и подумать, Господь, я хочу наполниться Духом Твоим Святым. Но так много зла, которое мешает мне в жизни, разрушает мое счастье. Дела плоти, они известны, они известны, и они угнетают нас. Они угнетают нас. Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, испытай душу мою и посмотри, не на опасном ли я пути. Многие пути кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Блэйна Глори Басэмбада Джизес. Иисус, я хочу освободиться от греха и прошу Тебя очисти мое сердце. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Закрой глаза и молись к Богу, сейчас не отвлекайся, Он нужен тебе, потому что это единственная сила на земле, которая сможет очистить тебя и наполнить тебя святостью, праведностью, успехом. Бог будет твоим другом. Библия говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не слышал бы Бог моей молитвы. Если бы я видел и не исповедал это беззаконие, не оставил этот грех, я могу сказать, очищение это нечто другое, чем покаяние. Покаяние, оно освобождает нас от вины греха. Скажи, покаяние освобождает меня от вины греха. за конкретно сделанные поступки в прошлом. Я сказал, Господь, прости, что я поругался и Бог простил. Отречение и молитва освобождают тебя от власти греха, чтобы ты больше не делал этот грех. Писание говорит, оставь грех, не оставишь грех, я не буду тебя слышать, если ты знаешь, что это грех, грубость. И сейчас я буду перечислять грехи. Мы будем честны сегодня перед Господом. Если этот грех есть внутри тебя, и он приносит тебе боль, тебе неприятно, ты назовешь его имя, и скажешь во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от этого греха. Видишь ли ты, Писание говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог привратному уму, делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды. Смотри, ли есть это в тебе. Если есть это всякая неправда, скажи, именем Иисуса Христа я отрекаюсь от всякой неправды. вражда. Иисуса Христа есть люди, которые ведут вражду. Многие годы они любят враждовать. У них всегда есть какие-то враги. Одни уходят, другие приходят. Иисус сказал, размышлять о вражде нельзя, но мы уже, может, делаем ее. вражда. Я не хочу враждовать именем Иисуса Христа. Скажи, именем Иисуса Христа я отрекаюсь от всякой вражды, о помышлениях о вражде во имя Иисуса. Есть люди, которые любят ссориться. ссориться. Кажется, что ссоры, они ничего нам не приносят плохого, но задумайся перед Богом. Писание говорит, что это зло. Скажи, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от ссор. Я не хочу иметь этот дух, я не хочу размышлять об этом. Зависть. Подумай, завидовал ли ты, когда твой компаньон или кто-то рядом более успешный, чем ты. Зависть, которая не дает спать. Если это есть, скажи, именем Иисуса Христа сегодня я отрекаюсь от зависти. Я не хочу иметь ничего общего с завистью. Злорадство. Это когда ты радуешься, когда ближнему твоему плохо. Блэйна Глори басэмбадо Джейзис. Ты говоришь, я предупреждал, я же говорил. Человеку плохо, а ты такой судья. Злорадство. И именем Иисуса Христа. Скажи, и именем Иисуса Христа. Я отрекаюсь от этого. духа злорадства. Злословие. Может, ты кого-то злословишь, говоришь, злые слова о каком-то человеке. Злые слова о ком-то. Сегодня отрекаюсь именем Иисуса Христа от злословия. от лжи. И именем Иисуса Христа я отрекаюсь от лжи, от лести. Есть многие люди, которые привыкли льстить. Они думают, что если они не будут льстить людям выше себя, больше себя, то эти люди их не заметят. именем Иисуса Христа я хочу людям говорить правду. Я хочу любить, но я не хочу льстить. Это такая мерзость лезть. Когда мы говорим не то, что есть в нашем сердце, а то, что человек сам думает о себе. И мы говорим, да, Иван Иванович, ты такой. Ты самый лучший, хотя так не считаем. именем Иисуса Христа я отрекаюсь от всякой лести. Многие люди любят принимать лесть. Они любят служить лесть, и они не могут дружить. У них нет настоящих друзей, потому что все льстецы, которые никогда не общаются, просто лесть это не дружба. Я отрекаюсь от желания, чтобы мне льстили во имя Иисуса. И именем Иисуса Христа месть. В людях есть месть, желание отомстить, и Писание говорит, не мстите за себя. Но мне хочется, чтобы какой-то из моих врагов ему было плохо. Я продумаю, как это сделать. И именем Иисуса Христа я отрекаюсь от мести. Недружелюбие, ненависть, если у тебя есть, отрекаюсь от этого. Неправда, непослушание родителям, непокорность, непримиримость. Все это внутри, как дьявол сковал. Злость, ненависть, зависть. Весь ад как будто внутри тебя. И сегодня Господь говорит, очиститесь и осветитесь. Мы не желаем, чтобы это было в нас, чтобы разрушало нашу жизнь. Нелюбовность, непримиримость, вражда в семьях, ненависть, непрощение. Все это разрушает вашу жизнь. Это дьявол, не верьте ему. Это дьявол, он вас ввергнет во тьму. Его имя лжиотец. Непокорность, непримиримость, обиды, оскорбления, если это в вас. Предательство, предавали ли вы кого-либо? Распри, споры, разногласия, раздражения, хамство, хитрость, хищение, хуление, злость, ненависть. Писание говорит, это исходит изнутрь вас и оскверняет вас. Поэтому очиститесь и осветитесь. Называйте все те грехи, которые вас поражают и отрекайтесь, потому что Господь хочет заполнить вас плодами Духа Святого. Любовь, радость, праведность, мир, долготерпение, благость, кротость, милосердие, вера. Блэнэ, глори, басэм, бэда, Джизис. Скажите, Иисус, хочу быть чистым. Хочу быть чистым, не оскверненным от дьявола. Волшебство, суеверие. Дорогой отец, я устал уже. Я устал это носить в себе. Это разрушает всю мою жизнь. Поэтому я делаю шаг навстречу тебе. Выйдите сюда. Те люди, которые хотят избавляться, они не хотят жить, как прежние. Они не хотят служить дьяволу. Мы не хотим быть должниками Его. Мы Ему ничем не должны. Хочу Духа Святого. Хочу очиститься. Хочу осветиться. Я хочу святости. Хочу праведности. Хочу, Господь, очиститься и наполниться тобою. От непрощения отрекаюсь. Я прощаю всех тех людей, которые сделали мне зло. От неуверенности. Закройте глаза. Неуверенность, которая разрушает твою жизнь. Страх, который приходит, отрекаюсь во имя Иисуса. От неуверенности. Давайте скажем, Отец, во имя Иисуса. Еще раз скажите это вместе. И я отрекаюсь от всех тех дел, от всех тех поступков, которые делал я в духовном неведении. Я признаю себя виновным и прошу тебя, Иисус, прости меня, кровью твоей омой меня, очисти меня и освети меня и зри, Господи, не на опасном ли я пути. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои и зри, не на опасном ли я пути. и поставь ноги мои на путь вечный. Исправь сердце мое, омой сердце мое, очисти его. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Я не желаю быть грязным, я не желаю быть нечестивым. Святого Духа так жажду я чистоты, праведности. Освободи меня от тех грехов, которые побеждают меня. И я отрекаюсь от них именем Иисуса Христа. И именем Иисуса Христа. И я верю, что Ты дашь мне силу прямо сейчас, чтобы я побеждал. Я верю в Тебя, Иисус. Прямо сейчас. Поднимите руки к небу сейчас. Скажите, я принимаю. Любовь. Прямо сейчас. Я получаю от Духа Святого любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, благость, милосердие, веру, воздержание. Я принял это во имя Иисуса. Я люблю Тебя, Иисус. Ты осветил меня и очистил. Сделал меня белее снега. Ты дал мне силу бороться против греха. И весь народ сказал, обнимите друг друга и скажите им, что у них все будет хорошо с Иисусом. Даже в каких испытаниях мы в ней не находились. Иисус, Он хочет избавить вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok